Музыка Проект «Город Добрых Сердец» реализуется при поддержке благотворительного фонда «Дорога к дому». Родились мы раньше срока, место 23 августа 30 мая. Вес у нас был при рождении всего 762 грамм. 4 месяца мы были в Вологде, в перинатальном центре на выхаживании. Из этих 4 месяцев-полтора месяца мы были в реанимации с бронхолегочной дисплазией. Получалось, что как незрелые легкие у деток. Остановка дыхания у нас была в момент транспортировки в реанимацию. Лечились долго. За время пребывания в больнице врачи выявили еще ряд сопутствующих заболеваний. Одно из них – ретинопатия. Но на момент выписки этот диагноз был снят. Преждевременные роды все-таки сказались на здоровье маленького Андрюши. И в годик мальчику поставили новый, не менее страшный диагноз – детский церебральный паралич. Голову мы стали держать только с 5 месяцев. А первый раз повернулся в 8 месяцев. Повернулся сначала на левый бок, а потом на правый повернулся. И вот по этим признакам, по развитию по всему Вологде нам поставили диагноз ДЦП. Каждые 3 месяца мы ездим на реабилитацию. Результат от таких поездок есть и очень значительный, делится с нами Светлана Витальевна. Сейчас Андрей может ходить, но только за ручки с мамой. Стали появляться первые слова. Но кроме рекомендаций по дальнейшему восстановлению ничего не происходит. И мама решила вместе с сыном принять участие в программе по восстановлению «Доктор-лошадь». Однако, несмотря на все усилия мамы, недуг оказался сильней. Сейчас к ДЦП добавились серьезные проблемы со зрением. А ведь Андрею всего 5 лет. И единственный шанс на возвращение зрения – операция. Получается так, что, видимо, атрофия зрительных нервов происходит. И вот из-за этого, чтобы совсем зрение не потерять, нам надо операцию сделать. Чем быстрее сделать необходимые процедуры, тем больше шансов на восстановление зрения. Но, как оказалось, в бюджетных учреждениях такие операции до 7 лет не делают. А ждать еще два года невыносимо. Видеть, как мучается ребенок, мама не смогла. Светлана Витальевна нашла в Москве частную клинику. И там согласились принять маленького Андрюшу. Но пока у этой истории не видно счастливого финала. Стоимость операции – почти 400 тысяч рублей. Для Светланы и Андрюши это не посильная сумма. Ведь маме приходится быть рядом с сыном в режиме 24 на 7. И все же медлить нельзя. Сейчас важна каждая минута и любая посильная сумма. Перевести ее вы можете по реквизитам, указанным на ваших экранах.